Иоганн Себастьян Бах В ощущении гармонии с Бахом не мог сравниться ни один из смертных. Возможно, поэтому Бах совершенно не мог терпеть незавершенных аккордов. Обрывки музыкальных фраз просто терзали слух гения, и по свидетельству современников не было лучшего средства вывести гения из себя, как не завершить музыкальную фразу. Рассказывают, что однажды он оказался в обществе, где играл посредственный любитель. Тот, увидев вошедшего гения, растерялся, вскочил, не закончив музыкальную фразу. Бах подбежал к инструменту, сыграл тонику, и после этого уже поздоровался с хозяином. Похожие ситуации возникали с ним и дома, когда он засыпал под музыкальные упражнения своих детей. Те, думая, что отец уснул, не завершая произведение, убегали, а Бах вскакивал, в темноте пробирался к инструменту, набивая синяки, разрешал аккорд и после этого спокойно засыпал. Наша жизнь тоже должна прийти в тонику. В тонику наша жизнь придет только тогда, когда мы зазвучим в унисон с Богом.